Начнем с алгебры. Давайте еще раз к некоторому придем общему знаменателю, понимая, что такое целые числа с научной точки зрения. Отмечено некоторое количество точек, из которых одна названа нулем. 0, 1, 2 и так далее, минус 1, минус 2 и так далее. Что я хочу еще раз подчеркнуть. Что у нас есть множество всех вот таких вот чисел, которые мы назвали целые. И есть операция плюс. Вы мне скажете, что есть еще операция минус. Но я скажу вам, что минус это операция вторичная к плюсу. Почему? Потому что я всегда могу написать, что а минус b это а прибавить минус b. Ну вы мне скажете, что минус b это уже минус поставлен. Что такое минус b? Давайте вспомним, что такое минус b. Что это на самом деле такое? Это такое целое число c, что b плюс c или оно же c плюс b равно нулю. Вот что такое минус b. И вообще на самом деле а минус b это такое c, что b плюс c равно а. Конечно, Пятачок, я и сам так думаю, да? Это все очевидно, но надо просто обратить внимание, что у нас есть основная операция. И операция уже от нее второстепенная. И когда мы говорим, что целые числа образуют группу по сложению, мы имеем в виду, что есть операция, она удовлетворяет определенным свойствам. И одно из свойств, что есть ноль, который нейтрален к этой операции, ничего не меняет при его применении к какому-либо другому целому числу. И что есть всегда вот такой вот противоположный, который полностью компенсирует элемент b, то есть превращает его в ноль при прибавлении. Вот, собственно, и есть. Это три аксиомы группы. Ну, там ассоциативность. a плюс b, скобочка плюс c равно a плюс скобочка b плюс c. Вот. Значит, группа пройдет, вот это понятие группы лейтмотивом пройдет через весь наш курс. Поэтому я повторяю. Раз, два, три. И еще много-много-много-много раз. Вот. Значит, что я хочу еще сейчас ввести нового? Давайте введем операцию суммирования подмножеств целых чисел. То есть не только отдельных чисел, а целых множеств. Скажем, вот я взял три вот таких числа и хочу сложить их с числами 0, 4, 5. Хочу сказать, какое подмножество будет равно сумме этих двух. Значит, делается следующее. Составляется таблица. Ой, тут плюс. Два, да? И тут 0, 4, 5. И просто заполняется с помощью операции плюс. Долго и нудно, пока все не заполнится. Тут вообще, говорят, 9 чисел. Но давайте посмотрим. Некоторые из них могут с какими-то другими совпасть. 1, 5, 6, 2. Случай совпадения, кстати. 6. Еще один случай совпадения. 7. Налицо два случая совпадения. Здесь и здесь. Которые мы попросту игнорируем. То есть в этой сумме вообще могло бы быть 9 чисел. Но в данном конкретном случае их оказалось 7, если я не ошибаюсь. Минус 2, 1, 2. 3. Я ничего не пропустил. Минус 2, 1, 2. 3, 5, 6, 7. Ничего не пропустил. Когда мы суммируем множество, мы ставим такой кружок и называем это суммой Минковского. Такая операция называется суммированием по Минковскому. Ну, аналогично можно определить разность двух множеств Минковскому. Хочу сказать сразу, обратить ваше внимание, что это не такое С, что Б плюс С равно А. Поставлю здесь восклицательный знак. А то, наверное, особо шустрые слушатели уже решили, что так будет всегда. Если я определил сумму по Минковскому, то разность по Минковскому это операция обратной к сумме. Вы попробуйте вообще найти, вот скажем, берете Берете какой-нибудь А, который состоит из минус 2 и 1, и Б, который состоит из 0, 1 и 2. Надо найти С такое, что Б плюс С равно А. Миссия невыполнима! Пожалуйста, сами убедитесь. Пока я пишу, придумайте очевидную причину, почему такого С не существует. Придумали? Ответ. Потому что какой бы ни было С не пустое, должно содержать какое-то число целое. Но если целое число прибавить к нулю единицы и двойки, уже три числа получатся разных. Поэтому, какие бы еще числа не сидели в этом подмножстве С, меньше уже не будет. Могут быть повторы, могут рождаться новые числа, но уже никак не будет меньше трех, поэтому нельзя никак вот в этом неправильном смысле вычитания по Минковскому неправильным, как обратная операция к сложению по Минковскому. Вычесть из множества содержащего меньшее количество элементов, множество содержащего большее количество элементов. Так что сумма по Минковскому она не обладает обратной операцией, хотя остальные аксиомы выполнены, посмотрите, например, множество состоящее из одного нуля, если по Минковскому сложить с любым подмножеством а, будет несомненно а, пожалуйста, убедитесь, что вам это понятно, ноль плюс что-то, ноль плюс что-то и так далее. Все свойства, которыми обладало обычное сложение, значит, групповые свойства и бонусную коммутативность, то есть а плюс б равно б плюс а, сохраняет и сумму Минковского. Вот. А вот противоположный нет, и такая ситуация называется, что все подмножество целых чисел группу относительно суммы Минковского не образует, но образует то, что называется маноид. Ну, я так в уголке это напишу, это не нужно запоминать совсем. То есть мы не можем найти противоположного, тогда мы говорим о маноиде вместо группы. Вот. А вот чем я хочу завершить вот это вот обсуждение суммы Минковского и суммирования подмножеств на данном этапе, это тем, что если я какому-то подмножеству прибавлю пустое, знаете, что получится? Человек не сведущий в правилах логики напишет вот так и будет неправ. Получится пустое множество. Как это? Как это может быть? Как может быть, что получилось пустое множество? Но давайте строго логически посмотрим, что такое множество А сумма по Минковскому с пустым. это по определению множество всевозможных вот таких вот выражений. Но мы как делали? Мы в строке написали А, а столбцы пустое. Но уже на этом можно закончить. Значит, у нас ни одного числа на самом деле не возникло, потому что столбцов нет. Но давайте чисто формально. Это множество всех таких вот сумм, то есть целых чисел представляющихся в виде суммы элементов из А элементов из Б. Но Б у нас пустое. Ну и скажите, пожалуйста, есть ли хоть одно число, которое представляется в виде суммы какого-то элемента из А и какого-то элемента из пустого множества? Ни одного такого числа нет, потому что никакого элемента из пустого множества нельзя взять. Поэтому это множество не состоит ни из одного элемента, ни из каких элементов и является пустым. Вот так. Мы постепенно с вами будем осваивать правила логики, формальные, точные правила логики. Я намеренно не выношу их в отдельный пока слайд, может быть, когда-то мы их подытожим, но в любом случае пока это делать не нужно. Мы их получаем естественно, когда мы начинаем о чем-то рассуждать, о естественных конструкциях, обобщения, сложения, на случай подмножеств, нам понадобилось понять, что такое сумма пустого множества и не пустого, или даже пустого и пустого. И это всегда будет пустое. Это удивительно, и когда мы стали рассматривать, что это именно так, доказывать, нам пришлось рассмотреть такую чисто логическую операцию. И вот мы познакомились с некоторыми правилами логики. логическую операцию.